На финишную прямую выходит конкурс учитель года Алтая 2019. Какие конкурсные задания уже выполнили, а какие еще предстоят участникам. Какими качествами должен обладать педагог, чтобы одержать победу. Не только об этом поговорим сегодня с членом жюри и победителем конкурса 2016 года в номинации «Педагогический дебют» Ольга Ибойко. Здравствуйте, Оля. Здравствуйте. Оль, на что в первую очередь обращают внимание члены жюри, когда наблюдают за тем, как проходят конкурсные задания? Обращают внимание на личность, потому что конкурс – это всегда люди. Обращают внимание на личность. Насколько это увлеченная личность? Все слагаемые этой личности и приводят к успеху. Какие в этом году задания у участников номинации «Педагогический дебют» и отличаются ли они, например, от заданий, когда вы были участницей подобного конкурса? Задания не отличаются практически. Просто когда я участвовала, у нас была презентация инновационного проекта, а сейчас это называется презентация опыта «Это у меня хорошо получается». Ну, по сути, то же самое изменилось название. Конечно, учебное занятие – это главное испытание. Это уже все прошло, да? Это уже все прошло, да. Мы сейчас выбрали троих лауреатов, которые завтра будут бороться за звание победителя конкурса, который представит Алтайский край на России через год. Вы уже выбрали троих, а было всего изначально? Десять. Их было больше сорока в заочном этапе. Десятку выбирают в жюри заочного этапа. И вот десятка сюда приезжает и сражается. Вы уже говорили о том, что, ну, прямо такое задание про инновации, что педагоги используют именно инновационные какие-то методы и представляют их на конкурсе. А многие дети рассказывают родителям, что учат их почему-то по старинке в школе. Вот по учебнику педагог читает. Ну, когда вот то, что на конкурсе, будет привнесено в школу? Да, оно всегда привнесено в школу. И учебник тоже никто никогда не отменял. И на конкурсе тоже учебник имеет место. Тоже есть, да? Конечно, конечно. Мы же работаем по УМК. Мы вклиниваемся в эту программу. То есть мы не показываем какой-то свой урок. Вот мне захотелось сейчас потанцевать, я буду танцевать. Нет. Урок, который идет по программе, вот его и показывает конкурсант. Поэтому, конечно, он обращается к учебно-методическому комплексу этого класса. А кто используют вообще сейчас педагоги именно на конкурсе? Какие инновации? Потрясение сегодняшнего дня, по крайней мере. Ну, вчера участник представил свой опыт. Он создал свой электронный ресурс. И на нем создает всевозможные программы по истории. И потом все это применяет на уроках. То есть это не педагог информатики? Нет, это историк. И учительница английского. У нее тоже свой сайт, как научить детей говорить по-английски. Собственный, авторский, ни на что не похожий. То есть, мне кажется, с лицом участника. Это очень здорово. Вот когда видишь такое. А почему дети тогда говорят, что... А дети разве знают, как учили по старинке? Вот скажите, они же не учились раньше. Они родились в интернете. Они... В реалии сегодняшнего дня для них это традиция. Поэтому нет проблемное обучение, технология критического мышления. Это, мне кажется, сегодня без этого никуда. Системно-деятельностный подход, тем более реализация в ГОС. Просто для детей это традиционка. Понимаете? То, что для нас инновация, для них традиционка уже. Поэтому, может быть, а учебник... Кто учебник отменит? Нет, конечно. Это... Без него никак. А кто обычно на таких конкурсах выглядит предпочтительнее? Педагоги из городов или из каких-то районных центров? Вот здесь невозможно сказать однозначно. Потому что бывает из глубинки так выстрелит человек. Такая неординарная личность, увлеченная. Человек искусства педагогики. Поэтому я не думаю, что можно такую градацию провести. То есть они, в принципе, равны на самом деле. В какой-то степени. Просто у педагогов города часто больше возможностей побывать на каких-то мастер-классах, поучиться у более опытных коллег, побывать на открытых уроках. Вот на таких, как конкурсные уроки. Чего нет... Ну, этой возможности нет у жителей сельской местности. Но зато мы, когда выезжаем, например, с какими-то мастер-классами, с клубом «Учитель года» Алтая, мы приезжаем в сельскую местность и видим, как нафаршированы школы. Извините за мой тон. Завидуете? Как? Конечно. Конечно, белой завистью. Ну, там настолько укомплектованы. Мы были в Усть-Пристани, мы были потрясены все. Поэтому, ну, как там не реализовывать-то все инновации, конечно. Вот вы мне уже сказали, что сегодня люди удивляли. И вообще, что победить, чтобы победить на конкурсе, нужно удивлять. Чем можно вот лично вас удивить? А может, кто-то вот кроме тех, кто сегодня выступал, уже это удивил? Меня можно удивить органичностью. А что по вашему органичности? Это когда человек идеально вписывается в урок, в тему урока, и когда видно, что он этим живет. Когда понятно, что он не насобирал разные интересные какие-то методики и не выбрал что-то, скажем так, то, что он создал сам. Из того, что видел когда-то и присвоил уже это себе и живет этим. Вот этим можно удивить. Когда человек не смотрит в конспект, когда он знает, что у него, зачем идет, и органично вписывается в этот урок, да. Когда это человек искусства. А вообще жюри, вот обычно единогласно выбирают победителя, или по этому поводу бывают какие-то споры у вас? Вы знаете, споры бывают, но сегодня их не было. Да что? Да. Это вот выбори троих, да, у вас не было? Да, да, сегодня их не было. Однозначно рейтинг выстроился, по крайней мере, по первой тройке у всех абсолютно. Ну, там у кого-то он первый, у кого-то он второй, у кого-то третий этот участник. Но вот первая тройка у всех. Ну, это мы говорим о номинации педагогический дебют. Да, педагогический дебют, конечно. А что, по-вашему, мешает педагогам показать себя с наилучшей стороны? Ведь наверняка что-то мешает. Из тех, кто участвует в конкурсе, показать себя с наилучшей стороны мешает только волнение, только нервы, больше ничего. Потому что понятно, что все уже молодцы, все победили в своих муниципальных этапах. А потом прошли вот этот заочный этап, очень жесткий этап. И приехали сюда, и вдруг заговариваться начали от волнения. Какие-то речевые ошибки нелепые, которые человек явно... Ну, нет у него такого. А бывает такое, что вот именно из-за этого человек сходит с дистанции и не побеждает в конкурсе, и не становится призером? Ну, вы же понимаете, это все звенья одной цепи, конечно. Если он не справился с нервами, у него что-то пошло не так, что-то спуталось, и все. Так-так, бывает, конечно. А вы сильно волновались, когда участвовали в конкурсе? Ну, невозможно не волноваться. Конечно, волновалась сильно. Сейчас уже нет волнения, когда вы в жюри? Или тоже присутствует? Я за них волнуюсь. Я просто смотрю на них и вспоминаю себя, узнаю себя. Помню, как тоже не могла есть. Вот мы их заставляем буквально поесть, потому что кусок горла не лезет. Волнуются, страшно. Хотя, ну, собственно, победил-победил. Не победил, все равно победил. Жизнь продолжается. Все равно победил, потому что здесь, потому что смог, потому что вообще заявил о себе. А что, по-вашему, не хватает нашим победителям нашего конкурса «Учитель года Алтая» на всероссийском конкурсе, чтобы там доказать, что мы-то тоже, в общем-то, заслуживаем право быть в тройке, например, хотя бы в десятке? Там пятерка, пятнашка. Пятерка, да. Да, там пятерка, пятнашка. Если честно, я не знаю, чего не хватает. Наши учителя алтайские, самоубытные, может быть, нас не рассмотрели? Я не знаю, чего. Мне кажется, хватает всего. А верите, что рассмотрят когда-нибудь? Да. Оль, а что вам в свое время дал конкурс «Учитель года»? И не хотели бы вновь испытать удачу? Ну, мне кажется, я много чего уже испытала на конкурсах. Я в школе-то всего пять лет работаю. И за это время я прошла много конкурсов и довольно успешно. Потому что, когда ты приходишь в школу, ну, чего греха-то? И ты сталкиваешься с тем, что, по сути, ты никому не нужен. Ты остаешься со своей программой, остаешься с планом и, конечно, с уроками и детьми. И что с этим делать, ты не знаешь. И чтобы научиться как-то выплывать, и не просто выплывать, а качественно работать, надо смотреть опыт, перенимать чужой опыт, как передовой опыт. Поэтому, когда ты готовишься к конкурсу, ты перерываешь столько литературы, ты смотришь столько прекрасных уроков. И потом, когда ты приезжаешь, ты понимаешь, что другие участники делали то же самое и сейчас показывают самое лучшее. Поэтому для меня конкурс – это такой очень важный этап. Это этап личностного роста, этап профессионального роста. Потому что ни одни курсы повышения квалификации не дадут того, что дает конкурс. Это совершенно точно. Но участвовать еще вы уже для себя решили, что нет. Нет, не решила. Может быть, да? Еще когда-нибудь. Но знаете, сегодня я больше делаю акцент на конкурсах, в которых участвуют мои ученики, на акциях всевозможных. Мне хочется, чтобы они двигались, развивались, чтобы умели проигрывать. Это самое, наверное, важное, чтобы потом почувствовать вкус победы. Спасибо большое, Оля. Спасибо вам. А я напомню, что сегодня мы говорили о конкурсе «Учитель года Алтая-2019» с членом жюри этого конкурса Ольгой Бойко. Субтитры подогнали Симон.